Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Меня не отпускает ситуация моей семьи. Моя мама изменилась и ушла из семьи. У нас в семье всегда были проблемы, связанные с агрессией отца. Однако моя мать жила с нами, ради нас детей. Мы с ней были близки, но вдруг она изменилась и решила уйти. А после этого через некоторое время ушла и я. Меня поразилось, что она не предложила мне помощь. Когда говорила, что плохо, мне будто не замечала. А отец отрывался на мне за мать. Я ушла и теперь никому не доверяю в них, хочу быть одна. Они этого не понимают, особенно мамы. Они понимают, как мне было больно. Вот я её и понимала, защищала всю жизнь. Как мне предоставить думать о них постоянно, беспокоиться о том, что они хотят решить свою жизнь. Ну, смотрите. Здесь, как мне кажется, ситуация следующая. Во-первых, чего они хотят. То есть, ну вот, давайте как-то немножечко сформулируем. Чего они хотят. Вообще. И сформулируйте, пожалуйста, то, почему вы должны это делать. А дальше сформулируйте, пожалуйста, то, почему вы не хотите этого делать. Точнее, даже не почему вы этого не хотите делать, а скорее здесь как. Как вы не хотите это делать. Ну, вот просто, просто конкретно, да, как вы не хотите этого делать. Вы же не хотите этого делать, если я правильно вас понял. Вот. Вот, соответственно, с этого нужно начать. Как мне кажется. следующее. Следующее. С чего, с чего, на что хочется обратить ваше внимание. Значит, вы пишете о том, что вам больно. Ну, ну, было больно, да? Вам эту боль нужно прожить. вот, то есть, вам будет как прожить. Да? То есть, ну, вот, выразить ее другому другому человеку. Вот. Лучше всего, конечно, психологу. То есть, ну, вот, часто бывает так, да, что, вот, требуется, выплакаться. Вот. Ну, есть такая потребность, вот. Ну, потребность выплакаться именно. Вот. Вам нужно выплакаться. Вот. Выразить боль. Ладно. Еще важный момент, то, что агрессия отца воспринимается, ну, повольно, скажем так, изолированно. Ну, агрессия вообще, вот, ну, близких людей часто воспринимается изолированно. Что значит изолированно? Изолированно, это означает, что, ну, она воспринимается, как таковой. То есть, ну, просто вот, есть агрессия, и все. То есть, как бы, если на меня агрессия, значит, я в чем-то виноват. Это не воспринимается, как что-то не связанное с тем, что сделали вы. Это воспринимается, вот, как правило, именно с тем, что я виноват, что я должна догадаться. А при этом, есть такой очень важный момент, заключающийся в том, что вами игнорируется ваша реакция. то есть, вами игнорируется то, как вы на эту ситуацию реагируете. Да? Ну, например, злостью вы можете, вы можете реагировать. например, вы можете реагировать, скажем, протестом. Вот. Вы можете реагировать как-то еще. Собственно, ну, по-разному можете реагировать. Но это игнорирует. при этом при этом вы довольно неплохо проявляете свой невыраженный условно говоря процесс, в обиде, в разочаровании судя по тому, что я могу видеть и так далее. То есть, вот то, что вы себе зажимаете обычно, проявляется у вас в виде вот таких моментов в виде моментов обид. К сожалению. Да? И вы страдаете. Ну, вы от этого страдаете. если бы вы условно говоря могли бы трансформировать вот ну, вот то, что является сутью вашей обиды в то, чего вы хотите, а вы заменяете то, чего вы хотите, тем, что должны делать ваши родители. родители. Ну, в принципе, по той же модели, что и они вероятнее всего используют в отношении вас, то ваша жизнь была бы гораздо более выше качеством. вероятнее. вот в силу того, что вы привыкли требовать от других, вероятно, так же, как привыкли требовать от вас и так же, вероятно, как привыкли требовать вы сами от себя вы находитесь в данная деструктивная ловушка. Получается. И, естественно, вам тяжело. Это нормально. Вам, естественно, тяжело, вам, естественно, больно и так далее. Вот. поэтому здесь вашей задачей, как мне кажется, является именно возможность увидеть, отчего же я хочу. Вот, когда обижаюсь на, допустим, свою маму тогда, чего мне хочется, вам будет вероятнее всего не так просто ответить на этот вопрос. Потому что слышать себя вы не привыкли. Вот. Это ничего страшного, потому что вам можно помочь. Ничего страшного, что вы не привыкли себя слушать. Не привыкли себя слышать. Гораздо важнее, чтобы вы, как мне кажется, учились этому сейчас. Чтобы вы, ну вот, делали это сейчас. Чтобы вы посвятили себя этому сейчас. А вы обратите внимание, ну, по-прежнему пытаетесь понять, чего же хотят мои родители. Вот. Почему-то они без вас не справятся. И, на мой взгляд, это очень важная история. Как я прихожу к тому, что без меня они вот могут не справиться. А отдаю ли я себе отсчет в том, что беру за них ответственность. Это, к сожалению, то, что вы делаете, на самом деле. Вы берете ответственность за своих родителей. отдаю. Вот. Но здесь, конечно, главный вопрос не в том, почему. Есть главный вопрос, заключается в том, что, если я этого делать не буду, то есть, вот что случится, например, со мной, если я не буду так делать, что произойдет в этом случае, что произойдет? как я буду себя чувствовать тогда. еще вы довольно сильно себя не любите. ну, скорее всего, связано с тем, в какой среде вы находили и любить себя вот в такой ситуации непросто. Ну, и учиться. Учиться замечать себя, слышать себя, чувствовать себя, свои желания, выражать выражать это. Не так, как вы привыкли, в виде, ну, в виде претензий, да? А иначе? Вот. Не в виде претензий, но в виде заявлений, например, то есть, как бы, заявить, поставить перед фактом человека. человека. Но, что очень важно, не для того, чтобы вас услышали, а просто потому, что вы хотите этим поделиться. поделиться. Если вы будете действовать вот в таком ключе, я сильно сомневаюсь, что вы сможете это делать сами, особенно с учетом того, шпиом. Сейчас у вас довольно сильные чувства обиды родителей. Вот. Поэтому я сомневаюсь, что вы сможете это сделать сами. но если вы в этом направлении будете двигаться хотя бы с психологом, то ситуация, конечно, будет выправляться да, не сразу. Безусловно. Но выправляться ситуация будет. и маму вам, как это не парадоксально может быть, имело бы смысл воспринимать уже больше не как маму, а как взрослого человека. ну вот со своей такой, ну, со своей такой позиции, да, как бы. То есть со своей позиции, со своими трудностями, со своими проблемами, которые у нее, конечно, есть. и с этой позиции уже на нее смотрят с позиции взрослого. Такого же, как и вы. То есть вы, так же, как и ваша мама, взрослый человек. следящий момент. Ожидание. Поскольку элементов ожидания, тенденции к ожиданиям своим, и как бы восприятия ожиданий других людей у вас много, довольно, то я думаю, что поработать нужно и с ними. отследить. В первую очередь необходимо отследить, какие у меня вообще надежды, чего я жду. Допустим, от людей, которые меня окружат. От мамы, например. Вот от мамы. Допустим. Чего я жду от своей мамы? И насколько это адекватно? То, чего я от нее, ну, то, чего я от нее жду. То есть, грубо говоря, может ли мама мне это дать? То, чего я от нее жду. Ну, при ближайшем, так скажем, рассмотрении, вы достаточно быстро увидите, что мама вашим ожиданиям не соответствует. Вот. Вы увидите, что мама, она не такая, какой вы хотите быть. не такой, какой вы хотите увидеть. Она другая. И вы, конечно, скорее всего, будете разочарован. Вот. и разочарование – это хорошо, потому что вы сталкиваетесь с реальностью здесь. Но вы можете также, помимо того, что вы чувствуете разочарование, и вам это неприятно, вы можете еще и проявить в какой-то мере свое любопытство. То есть поинтересоваться умным причинами ее поведения. Ну, просто поинтересоваться, чем она руководствовалась, когда действовала. Ну, так, как действовала. Чего она хотела. и вот этот аспект для вас весьма важен, потому что позволит узнать маму с другой стороны. вот. А лучше. А полнее не так, как сейчас. Сейчас вас в основном к маме, конечно, претензии, претензии, и в общем и целом претензии, ну, достаточно серьезно. я думаю, что такую работу вам нужно провести. Ну, а на этом все. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.